Добрый день, друзья! Сегодня я хочу предложить вам рецепт очень вкусного, наваристого горохового супа. Прежде чем варить суп, нам нужно промыть хорошо горох и залить его на ночь водой комнатной температуры, чтобы он у нас к утру хорошо набух. Тогда готовиться он будет намного быстрее. Это первый важный момент. На утро мы промываем горох и начинаем готовить суп. В кастрюлю я добавила немного растительного масла и обжариваю говядину. Промытый горох высыпаю к обжаренному мясу. Это еще один главный момент. Горох нам нужно хорошо прогреть вместе с мясом в кастрюле, ориентировочно 3-4 минуты, чтобы горох у нас стал горячим. Этот собственный эксперимент я экспериментировала несколько раз дома и мне кажется, он идеально работает. Сейчас, через 5 минут, я заливаю холодной водой. То есть, вот это шоковое состояние гороха, холодный, горячий, холодный и позволит ему быстрее свариться. Варим горох. Пены очень много. Снимаем всю пену. Переводим пламя комфорки на огонь чуть меньше среднего. Следите, чтобы у вас пена не сбежала. И варим ориентировочно полчаса. После такого приготовления гороха полчаса достаточно, чтобы горох практически приготовился. Посмотрите, он уже разварился почти. Добавляю картофель. Картофель я нарезаю некрупными кусочками. Пока варится картофель у нас на отдельной сковороде, я обжариваю прикопченый бекон. Прикопченый бекон придаст именно привкус к копчености гороховому супу. Обжариваем хорошо бекон. Лишний жир, который стопился, я его удаляю. Можете оставить его весь, если вы любите жирненький, очень наваристый суп. То есть удалите жира столько, сколько вам необходимо. Добавляю морковь и репчатый лук. Перемешиваю и пассерую на огне меньше среднего, чтобы сильно не поджаривать. Ориентировочно 4-5 минут. Проверяем картофель. Картофель практически сварился. Горох очень мягкий и картофель мягкий. Вот попробуйте вот этот вариант с шоковой обработкой гороха. Этот вариант действительно работает. Мне понравилось. Горох варится намного быстрее. Добавляю соль, лавровый лист. И добавьте свои любимые специи по вкусу. У меня пряные травы, душистый и черный перец. И в суп добавляю зажарку. Вместе с беконом. Морковь, лук и бекон. Очень ароматная зажарка. Перемешиваем. И также на медленном огне проварим еще 3 минуты. Будет достаточно. Чтобы суп пропитался ароматом копченостей. Суп готов. Убираем лавровый лист. Попробуйте еще на соль. Подкорректируйте. Что вам еще туда необходимо добавить. Сейчас я добавляю 2 зубчика небольших чеснока. И также зеленый лук. И немного петрушки. Даем супу настояться минут 10-15. И можно его подавать к столу. Очень ароматный суп получается. Попробуйте приготовить по этому рецепту. Суп с говядиной. Но так как у нас зажарка с беконом. Он очень наваристый и вкусный. Подавайте сухарики. У меня из бородинского хлеба дополнительно зелень. И приглашайте всех домашних к столу. Приятного аппетита. И готовьте с удовольствием.